Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В самом конце списка мы увидели колхоз «Авангард», который от каждой коровы надаивает за месяц 1 кг молока. Для сравнения скажем, что средний районный показатель 2,8 кг, а побейницы же надаивают по 8,1 кг молока от каждой коровы. Мягко говоря, животноводам и руководству «Авангарда» есть над чем задуматься. И вот мы в хозяйстве. Вопреки ожиданиям, оказалось, что годовой план по сдаче молока и мяса государству выполнен. При этом надуи это мизерные. Наш вопрос заведующей фермы шокировал Розой Романовне об этом. Кормов-то мы совсем заготовили, говорит она. И ссылается на очень плохие погодные условия нынешним летом. Поэтому и надуи упали. Пока животных кормят прошлогодним. У нас этой техники не хватает. Вот телеку все время ломается, трактор надо. Если у тебя не будет нам трактор, или на телеку, все равно надо. Как? Вот начинаешь работать, думаешь, что все хорошо идет, ладно. Все равно что-то случится, и не ломается, или что-то. Так-то помогает. Скажите, Роза Романовна, вы сказали, что кормов заготовили в недостаточном количестве. Все у нас. У нас сенозов в сене, это можно сказать. Сено-то есть, пока уже начали кормить сено тоже. Пока телятам даем у нас. И телята что-то хворяют. В прошлом году родильного отделения не было. Вот, нынче думаем, пусть родильное отделение. Ну, как уже после у человека сразу вода попадает. Какое там? Все равно сразу вода набирает. В прошлом году у нас даже соломы не было. Латный корм, то сеноз, то сеноз было. Если было соломы, можно было. И комбикорм у нас в прошлом году мало давали. А своего раза не было. Качества, у нас качества нет. Только качество. Если качество было, то и молока, и привес можно было получать. Роза Романовна рассказала нам о том, что хозяйство в период заготовки кормов не смогло справиться с обязанностями. Оказалось, их запас очень не очень невелик. Пока ожидают прошлогодние. Село, как проинформировала она, очень невысокого качества. За 10 месяцев 1994 года пало 39 голов телят. Цифра заставляет задуматься. Большие проблемы испытываются при транспортировке соломы. Причина нет техники. Что же стало в хозяйстве с техникой, не могут же животные сидеть на голодном пайке? Роза Романовна повела нас по своему нехти к какому крепкому хозяйству. Зайдя в телятник, нас остановил один из механизаторов колхоза, который представился нам как Иванов Сергей. Поехали бы вы лучше на машину, на тракторную мастерскую. Увидели бы беспорядки там, сказал он. Оказалось, что зашел он в профилакторе за горячей водой для ремонтированного возле фермы трактора К-701. Почему же ремонт производится возле ферм, а не на МТМ? Рядом с механизаторами колхоза. А перед этим заведующая ферма Роза Романовна рассказала нам, что не ночью и солому подвезти, и летом, и осенью во время уборки было туго вообще с техникой. Вот в чем, на ваш взгляд, причина? Вот почему нет техники? Или почему вы простаиваете иногда? Это значит, совершенно верно, то, что она сказала. На сегодняшний день работает один трактор Т-70 в колхозе. Все тракторы стоят самосломанные. Не говоря уже, вот К-701, который стоит уже, считайте, уже месяц стоит, из-за несчастного аккумулятора не могут найти. Обещали еще с 18 сентября, вот как я уже вышел на работу, я раньше работал на Север, приехал сюда, устроился в колхозе, начал работать. И не можем работать. День работаем, неделю стоим. Каждый день снимаем аккумулятор, ставим на зарядку, потом снимаем, опять потом уже. Вот знаете, когда вот трактор работает, охота работает и пахать охота. Считайте, я вот всего-то вот за два месяца пахал, наверное, неделю всего-то. Неделю пахал. За неделю, вот считайте, я пахал где-то 150 гектаров. Даже вот когда уже снег выпал, я ходил, пахал, все нормально было. Потом уже примерзла сам земля, потом опять сам аккумулятор, и все. Вот Роза Романовна, вот правильно она сказала? Ну нету техники, нету техники. Мы обращаемся в управление, вот председатель обращались, инженеру, механику. Они обещают. Аккумулятор нашли, привезем, привезем. Вот недавно вот сами возили сандугач, у нас аккумулятора самого тут нету. Сделали какой-то плотный самый, и клеймант туда-сюда, а никакой отдачи нету. Вот говорим, сходите сами, узнайте, что к чему, аккумулятор готов или не готов. Они говорят, вы отвезли, сами привезите. Это разве самое дело? Ну скажите. Каждый механизатор, тракторист, должен ходить за каким-то посильником или за каким-то, ну, за проволокой, что ли. Это же не порядок, это же не работа. Ну, это прямая обязанность, конечно, главного инженера. А есть такой похожий? Есть, конечно, есть. Кто он? Борисов, Виталий. И вот мы на МТМ беседуем с главным инженером Борисовым Виталием. Вот вы главный инженер колхоза, да? Сейчас мы были на ферме, и там вот, как ни странно, встретили механизаторов. Они жалуются. Жалуются на то, что здесь у вас все-таки беспорядки какие-то, что вовремя не достаются те или иные запасные части, что вот здесь очень холодно, нет горячей воды, нет холодной воды. И вот они поэтому вынуждены ремонтировать технику, значит, рядом с фермой, где есть хотя бы горячая вода. Вот почему? Вот как вы думаете, почему вот все? Виталий Романович не смог, к сожалению, привести нам какие-либо весомые доводы. Все сводилось к тому, что в хозяйстве нет денег. А ведь если разобраться, трудное финансовое положение в данный момент – доля многих хозяйств. И, наверное, не так далеки от истинной трожники колхоза, когда говорят, что в колхозе не работают специалисты, идет полный развал хозяйства. А инженерные же службы в колхозе, как проинформировали нас в управлении сельского хозяйства и продовольствия, можно сказать, и вовсе бездействуют. Что-то, а в спашке зябе в колхозе? А в спашке зябе, значит, такого, наверное, никогда еще не было. Знаете, вот сейчас так посмотреть, вот, снимите, пожалуйста, вон, поле стоит, 212 гектаров, вот, 160 гектаров вон, наверху. Если бы был бы аккумулятор, у нас хоть четвертый был, у нас все страны, только из-за аккумулятора стояли, этого, вот, этих полей не осталось бы, не осталось бы. Мы спахали бы, мы даже ночью спахали бы, мы даже ночью спахали бы. Но никто, ни о чем не шевелиться, никому ничего не надо. Ну, вот кто вы виноват? Сейчас, что, демократия? Никому ничего не надо. Сегодня есть... Раньше-то жил колхоз? Раньше жил, жил. А знаете, раньше, между прочим, у нас колхоз был Ужиря, он, конечно, был миллионером, между прочим. Вот скажите, вы согласны с тем, что сказал ваш, как сказать, Сергей Иванов? Согласен, конечно. А вот на МТМ, как дела обстоят, есть ли там какой-то порядок установлен? Знаете, есть такая поговорка, пока гром не грянет... Да, не перекрестится. Так она и есть. Вот сейчас ни отопления там, ни категарки, ничего нету. Раньше, хоть там категарка была, хоть горячая там вода была. Вот сейчас по технике безопасности, по пожарной безопасности, нам сюда вообще нельзя ставить трактора сюда. А мы вот вынуждены ставить сюда трактора. Почему? Потому что тут там есть горячая вода. А МТМ там нету ни горячей воды, ни холодной воды нету. Ни отопления, ничего. Вот сейчас вот там, если вы пойдете, посмотрите там, какой там результат. Ни отопления, ничего. Ну, невозможно ремонтировать, ну, болты там не можем держать. Вот, и всем валяемся под снегу, вот, ковыряемся, мучаемся. Это разве там работа? Это же не работа. Просто вот надо кому-то взяться уже как-то вот, за работу, что ли, вот. Ну, это же просто бюрократизм, бюрократизм. Никому ничего не надо сейчас. Механизатор Сергей Иванов назвал сложившуюся ситуацию бюрократии. Однако она скорее напоминает анархию. Вроде бы хочет руководитель хозяйства Васильев Радик Лукьянович работать, да все попытки молодого председателя колхоза сводятся на нет из-за нежелания работать специалистов. Тракторы ремонтируются на улице, потому что в машинно-тракторной мастерской очень холодно. Отопительные трубы не подсоединены к основной системе. На улице шутят механизаторы теплее. Случайно пришлось заглянуть и в один из коровников. Туда повел нашу съемочную группу сварщик колхоза Ганединов Павел, прослеживший про наш приезд. Видимо, накипел на душе у этого молодого человека. Волнуюсь, сбив, чего он рассказал о том, что в коровнике нет животных, потому что не вывозится оттуда навоз. В колхозе. Скажите, вот почему вот такое состояние? Волную не работают, потому что... А вот по вашей части тут есть какая-то вина? Нет у меня. Сперва надо дорогу делать, поэтому... После это танем будет. Просто это вас так волнует, да, сильно? Ну, я же работаю тут. Никто же ко мне не подойдет. Она не подойдет, председатель не подойдет. Скажет, иди делай. Еще людей не дают еще мне. Что, я один, что ли, должен все делать? В этой грязи. С вашей четвертого разряда. Я всегда на эту работу себе. Хоть где, хоть в Яновле, хоть здесь. Я с вас. Так и лежит этот навоз мертвым грузом. А на поля вывозится удобрение из циркозхимии за довольно-таки высокую оплату. А животноводческие помещения пустуют. И животное мучается в тесных, неприспособленных помещениях. За это все должно отвечать. Руководитель, я что ли бы наносил. Руководитель конкретно. За фирма зависит, председателя зависит. Ну, за фирмой нам сказали, что нету вывезти техники. Нет, вовремя надо работать. Тут летом колонна была, да, камаза? Дорогу делали. Они не заставляли их. Они были за три дня здесь. Вот такая складывается картина. Замкнутый круг в проблемах этого хозяйства. На то и упали до минимума, потому что нет кормов. Имеющиеся крайне недоброкачественные. Кормов нет, так как не хватает техники. Техника же подводит из-за нехватки запчастей или, попросту говоря, недобросовестной работы специалистов. Так одна проблема рождает другую. А ведь земля и село ждут хозяина. Пора бы понять это. Передачу подготовили журналист Елена Тарисова и оператор Саньяма Барагзянова. Пять лет назад в нашем городе открылся филиал Бирского медицинского училища. Это первое учебное заведение, где появилась возможность молодым получить среднее специальное образование. Что значит для училища пять лет? Этот вопрос мы задали заведующей филиала Розе Зайтуновне-Шакировой. Это немного, но и немало. За это время мы прошли путь организации и становления. У нас есть результаты труда. Выпустили более двухсот специалистов среднего звена. Из них пятнадцать окончили училище с отличием. Трое учатся в медицинских вузах. За это время успели переехать три раза из одного здания в другое. Причем с постепенным улучшением условий работы благодаря постоянной поддержке руководства местной администрации в лице Зиязова Назира Загитовича. Говоря о небольшой истории нашего филиала, нельзя не вспомнить с огромной благодарностью тех, кто стоял у его истоков. Это Турьянов Альфред Хабибович, Шариф Улинфан Шамсулович, Минязев Фаридзеевич, Ахунов Марас Мунирович, Золотарев Игорь Георгиевич, общественность города. Сейчас наши выпускники работают в городе Янаул, Янаульском районе, Нефтекамске, Краснокамском районе, Татышлинском, Калтасинском, Аскинском, Мишкинском и других северо-западных районах. Наверное, нет ни одного отделения Янаульской центральной районной больницы, где бы не было наших студентов. Отзываются о наших выпускниках везде положительно. Сегодня училище располагает достаточными возможностями для подготовки к квалифицированным средних медицинских работников. Есть у нас лекционный зал, классы, доклинические кабинеты по Сестеринскому делу, по педиатрии. Кроме того, в наше распоряжение выделены три ущепные комнаты Янаульской центральной районной больницы. Для наших студентов получают необходимые практические навыки. Когда-то наш филиал начинался с двух групп студентов, а теперь у нас обучаются три группы, около ста студентов. Вот второй год осваиваем новый блочно-модульный ущепный план, и поэтому продлен срок обучения три года. Много сил для подготовки специалистов отдает наш педагогический коллектив в составе Риты Гарифна-Зиазовой, Гушатрифна-Патиховой, Эльвира Андреевна Нелюбиной, Фёсса Агдивна-Абдулиной. А также преподавателями Избирского медицинского училища. Постоянно с нами все опытные врачи и медицинские сёстры, которые всегда охотно с желанием занимаются с нашими студентами. Помощь в подготовке кадров среднего звена оказывают главные врачи Янаульской, Краснокамской, Калтасинской, ЦРБ Ахонов, Марс Мунирович, Харисов, Фарид Мутагарович, Сарихов Шамиль Абзалович. В пользу случаям я хочу поблагодарить отнимение сотрудников и студентов всех руководителей предприятий, которые оказывают нам поддержку, выделяют средства, транспорт, содействуют нашей довольно нелёгкой работе. Сегодня мне не хотелось бы закончить свои выступления со своими проблемами. Они есть, но при дальнейшем тесном сотрудничестве с местной администрацией, с её прогрессивными взглядами, видением перспективы, мы надеемся, что эти проблемы будут решены. Мы тоже надеемся на скорейшее решение всех проблем и трудностей, стоящих перед коллективом училища. Поздравляем с пятилетием, желаем им успехов, за крепкого здоровья коллективу и всем студентам. Все эти розы предназначены одному человеку, председателю самого большого в районе колхоза большевик, заслуженному работнику сельского хозяйства республики Башкортостан Фаузию Бариковичу Халикову, человеку, который, образно выражаясь, корнями врос в эту землю. Всю свою трудовую деятельность посвятил родному краю. Прочно стоит на земле, 60-летие которого отметили в пятницу 25 ноября в районном дворце культуры. Поздравил юбиляра глава администрации города Янаул-Янаульского района Назир Загитович Зиазов. Сегодня очень доброе и приятное встрече по случаю знаменательного события юбилей нашего дорогого и увархаемого с именами человека земли, человека труда и человека с самой большой буквы Фаузия Бариковича Халикова. Позвольте мне в самом начале свое короткое субдение от души от имени здесь сидящих и здесь не сидящих до от имени всех трудящихся нашего района и администрации в том, где он начал трудиться в своем раком конфозе. Мы все в основном естественном местности засидим. Мы все любим свое село, деревню, маленькую, где мы начали ходить, где мы начали любить действительность вообще мимо свою родину, свою малую землю, то, где эти слова относятся еще глубже, еще глубже. Поэтому все свои знания, умение, опыт работы он отдал в становлении и развитии сельского хозяйства производства в нашем Янаморском районе. Он работал 27 лет уже, возглавляя тяжелую множество председательских работ, и колхоз большевизм является сегодня крупным, самым крупным хозяйством в нашем районе. Достаточно сказать вам, значит, где-то из 25 тысяч, 2000 тонн в этом году он сдал председательство. Он является и на самом деле самым активным, самым добросовестным дружинником. Я оттуда и желаю во-первых, большое спасибо за это вам, Барьевич, вам, коллеги, за два, потому что вы вместе работали, вместе работали, воспитали замечательных ваших детей в нашем Янаморском районе. Поэтому большое спасибо за все что отдали нашему Янаморскому району. Поздравил юбилея также член президиума Верховного Совета Республики Башкорстан председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам и продовольствию Фан Шамсулович Шерифуллин Шерифуллин вручил юбиляру диплом диплом о присвоении звания заслуженного работника сельского хозяйства Республики Башкорстан и прикрепил к его груди нагрудной знак. Он также зачитал приветственный адрес председателя Президиума Верховного Совета Республики Башкорстан Демина. 27 лет Фаузия Барикович занимает председательскую должность. Из них 24 года в родном колхозе большевик, о чем он не мечтал в юношеские годы. Поздравили юбиляра также начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Алим Борис Салихов, председатели колхозов Наши Аксакалы, руководство нефтегазодобывающего управления Краснохолмск нефть, предприятия перерабатывающие промышленности, правоохранительных органов, здравоохранения и торговли и многие многие другие. Вот таким запечатлел наш оператор Фаузей Барикович Старым его никак не назовешь. Он еще полон сил и энергии, успехов, здоровья и всего самого доброго вам, Фаузей Барикович. Уважаемые телезрители, послушайте, пожалуйста, объявление. Детские ясли номер один Центральной районной больницы, расположенные по улице Карла Маркса 23, принимают детей в возрасте с одного года до шести лет. Справки по телефону 2-27-60. Повторяем номер телефона 2-27-60. Считайте иметь стройную фигуру и сбросить лишний вес. Вас приглашают заняться шейпингом. Занятия проводятся по понедельникам, средам и пятницам в 19 часов в районном доме культуры. Уважаемые телезрители, на этом наши передачи окончены. Доброго рабочего дня вам, Соболов. Доброго.